Украинская страна продолжает грубо нарушать минские доверенности. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подвижились в район населенных пунктов Старомихайловка и Спартак. Всего противникам было выпущено более 10 мин калибром 120-82 мм и произведено до 10 выстрелов из БМП. Потерь среди военнослужащих армии ДНР и мирного населения республики нет. Разведка ДНР за прошедшие сутки зафиксировала концентрацию военной техники лично состава вооруженных сил Украины в следующих населенных пунктах. В районе населенного пункта Георгиевка 7 км от линии соприкосновения выявлено 8 РСЗУГРАД. Населенный пункт Артемовск 20 км. Отмечено прибытие 12 САУ, 18 танков и 15 автомобилей с лично составом батальона Крым. Населенный пункт Курдюмовка 7 км. Прибыло спецподразделение СБУ для проведения зачисток среди местного населения. Действия направлены на террор местных жителей. Задержание большого количества людей проходили ранее в Красногоровке, в Авдеевке и в других селах. Населенный пункт Пищевик и Николаевка 5 км и 8, соответственно, отмечено нахождение нескольких сотен наемников из Польши, Грузии и Турции. Отмечаю, что украинское руководство вынуждено пользоваться услугами одержимых наемников в связи с низким морально-психологическими качествами военнослужащих собственной армии за счет резкого урезания социальных выплат собственным народам. Из полученных разведданных можно сделать вывод, что военно-политическое руководство Украины имеет цель сорвать Минские договоренности и продемонстрировать абсолютно неуважение к лидерам мировых держав Германии, Франции и России, которые стремятся не допустить эскалации конфликта в центре Европы с новыми жертвами среди мирного населения. Вчера Украина перевернула очередную позорную страницу своей истории. Честовала день рождения Бандеры, преступника Великой Отечественной войны, который стал идолом новой украинской власти. Возрождение фашизма в Украине противоречит международным нормам, в том числе резолюции ООН против героизации нацизма, принятой 17 декабря 2015 года. Игнорирование сегодня данного факта мировых сообществ может привести к большой трагедии уже в 21 веке, которая с новой силой может разжечь войну в центре Европы и вовлечь нее в другие народы. Мы призываем украинцев, которые не участвуют в факельных шествиях и еще не превратились в животных, прославляющих нацизм и жертвующих своей свободой ради обогащения продажных олигархов, организовать в 2016 году всенародное сопротивление, направленное на освобождение регионов Украины от коричневой чумы, свержение марионеточной украинской власти и ликвидацию финансовой зависимости от Запада. Не превращайтесь в рабов. Берите пример у свободных народов республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова